В эфире РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из Аталия Краунплаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В ситуационный центр республики за выходные поступило 50 звонков с предложением помочь беженцам из Донецкой и Луганской республик. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил Ради Хабиров. По его словам, 7 обращений уже пришли от самих беженцев. Глава региона отметил, что жители республики достойно и гостеприимно вели себя и в предыдущую волну прибытия беженцев в 2014 году, когда происходило обострение военной ситуации на границах Донецкой и Луганской республик и Украины. Тогда сотни жителей этих территорий переезжали в Башкортостан. Многие смогли остаться, трудоустроиться и оформить российское гражданство. Конечно, Башкортостан, обладая определенными возможностями, но мы не могли здесь быть в стороне. Это, помните, еще, если там смотреть Великую Отечественную войну, у нас сколько людей здесь во время эвакуации находилось. И в 2014-2015 годах, вы знаете, что совсем свежая история, когда прежнему руководству пришлось провести огромную работу в этой части. Порядка двух тысяч человек у нас находилось. И это, самое главное, очень непростая работа. Напомню, по данным РБК, со ссылкой на исполняющего обязанности глава МЧС Чуприяна, эвакуировано в России уже 53 тысячи жителей ЛНР и ДНР. В республике накануне были развернуты 13 пунктов размещения, где есть 2000 мест для детей и взрослых. А также был создан оперативный штаб по эвакуации. Руководителем назначили вице-премьера Максима Забелина. Пункты появились на базе республиканских здравниц. Средства на соцподдержку беженцам выделят из резервного фонда региона. И в продолжении темы. В республике собрали информацию о 8 567 вакансиях, которые могли бы заинтересовать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. По ее словам, в основном речь идет о рабочих специальностях, машинисты, грузчики, упаковщики, дворники и так далее. Компании, которые имеют свободные места и готовы трудоустроить мигрантов из ЛНР и ДНР, могут обратиться в Минтрут и Центр занятости. Помимо этого, ЦЗН региона сформировал список свободных рабочих мест. Он доступен на официальном сайте. Приведу пример. У Фавита в открытом доступе сегодня набирают людей. У них есть 20 вакансий по профессиям упаковщик. Зарплата от 40 тысяч. Фасовщик от 40 тысяч зарплата. Значит, машинист производства тоже от 40 тысяч зарплата. И там, и там, и там по 20 вакансий. В таком разрезе у нас есть расклад по всей республике. 8,5 тысяч. Вакансий сегодня ждут любых, кто желает работать. Напомню, что в начале февраля нынешнего года в регионе зафиксировали минимальный за последние 30 лет показатель безработицы. Он составил 3,8%. Так, за прошлый год нашли работу или восстановились в должности почти 94 тысячи человек. Это в полтора раза больше, чем планировалось. Главврач Башкирского центра по инфекционным заболеваниям зафиксировал достижение плато очередной волны пандемии, связанной с распространением штамма Микрон. Об этом Рафаэль Епаров сообщил нашему телеканалу. По его словам, почти неделю в республике держится стабильная цифра прироста, тогда как в Москве темпы заболеваемости снижаются. За минувшие сутки ковид диагностировали у более чем 4 с лишним тысяч человек. 18 жителей скончались. По мнению Епарова, спад заболеваемости начнется с конца этой недели и будет более продолжительным, чем это происходило в предыдущие волны пандемии. Вероятнее всего, на данный момент времени мы вышли на определенное плато. Заболеваемость достаточно высокая, но она примерно около недели, примерно на таком же уровне и должна у нас держаться. И я думаю, что к концу недели мы с вами уже увидим спад заболеваемости. Причем он будет не резким, а все-таки достаточно пологим. Напомню, что с 19 февраля в республике отменили необходимость предъявления обязательных QR-кодов в общественных местах. Поводом для этого в республиканском оперативном штабе назвали достижения жителями Башкортостана коллективного иммунитета. 190 инфраструктурных проектов планируют реализовать в Уфе совместно с жителями. По предварительным подсчетам стоимость работ составит 213 миллионов рублей. Речь идет о программе поддержки местных инициатив, когда население финансово участвует в реализации проектов, например, по строительству детской площадки или асфальтированию дорог. Горожане покрывают 5% расходов, остальная сумма выделяется из бюджета города и республики. Больше всего проектов на этот год заявлено от Октябрьского района Уфы, 57, их стоимость 75 миллионов рублей. Львиная доля инициатив поступила от жителей села Нагаева, которые предлагают отремонтировать дороги и благоустроить парковые зоны. Демский район предложил 15 проектов на 17,5 миллионов рублей, Калининский 35 проектов на 38 миллионов, Кировский 34 проекта на 19 миллионов, Ленинский 23 проекта на 29 миллионов рублей, Арджиникидзовский 14 проектов на 19 миллионов рублей, Советский район 14 проектов на 13,5 миллионов рублей. И Башкортостан занял четвертое место среди регионов страны по числу завоеванных на зимней Олимпиаде в Пекине медалей. Спортсмены республики завоевали четыре награды, три из которых взял биатлонист Эдуард Латыпов и одну шорт-трекист Семен Елистратов. Так, по числу командных медалей. Первое место занимает Москва. У нее 10 наград. Дали идет Архангельская область. Ее олимпийцы имеют 8 медалей. Следом Тюменская область. 5 медалей. Башкортостан делит четвертое место с Татарстаном, Московской областью и Санкт-Петербургом. В дуэдуальном зачете республика выглядит лучше благодаря трем медалям Эдуарда Латыпова и занимает третье место. Большое количество медалей в зимней Олимпиаде, безусловно, подтверждает то, что Башкортостан является регионом зимних видов спорта. Однако у нас имеется много точек роста в таких видах спорта, как горнолыжный спорт и сноуборд. В этих видах много дисциплин, и мы можем выглядеть еще лучше на мировой арене. Напомню, что впервые за историю зимней Олимпиады в ней принимают участие 14 спортсменов. От республики такого количества не было никогда. Все завоеванные башкирскими олимпийцами медали бронзовые. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.